Чтобы посмотреть, как работают команды ps и top, я запущу снова нашу программу current date and time в фоновом режиме и перенаправив ее в вывод. Запустив команду ps, я увижу список всех запущенных мной процессов. Среди них я вижу и нашу программу current date and time. Левая колонка pid, что значит process id, соответствует уникальным идентификационным номерам каждого процесса на этом компьютере. Чтобы посмотреть все процессы на этом компьютере в реальном режиме, я наберу команду top. Здесь мы видим не только наши процессы, но и множество системных процессов. Также мы можем посмотреть, сколько памяти требует каждый процесс и сколько процессор он занимает. Выйти из программы top можно нажатием клавиши q. Если я хочу посмотреть только процессы конкретного пользователя, например свои, я наберу top, минус u и имя пользователя, в данном случае bi. Теперь мы видим только все наши процессы и никаких системных. Выйти из команды top можно клавиши q. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...